Во время послания Владимира Путина Федеральному собранию президент отметил, что сегодня в стране необходимо сделать упор на патриотическое воспитание молодого поколения. Сформировать личность ребенка, гражданина с большой буквы, помогают военно-патриотические клубы и центры патриотического воспитания. Матросовец – одно из учреждений Ульяновска, которое ведет работу по этому направлению. При этом занятия с детьми проходят не только на территории самого центра. Методику, разработанную здесь, уже взяли на вооружение несколько десятков школ областного центра. Мы написали программу патриотического воспитания. И сейчас по этой программе у нас работают около 40 школ города Ульяновска. Это где-то более двух тысяч детей, которые охвачены вот этой программой и Тимуровским движением города Ульяновска. Музей в центре патриотического воспитания – главная гордость матросовца. Здесь по крупицам, силами педагогов и самих детей, воссоздается картина страшных событий Великой Отечественной войны. Воспитанники клуба своими руками создают модели самолетов, танков и оружия того времени. Есть в музее вещи с реальной исторической ценностью – перчатки и планшетка погибшего в бою советского пилота. Дети искренне интересуются историей своей страны, признаются педагоги настоящей историей. Это очень нужно. И в принципе сейчас такие активные дети, они подхватывают все с первых слов и хотят участвовать. Это самое главное, по-моему, что желание детей участвовать во всех наших мероприятиях очень огромное. И они молодцы. Еще один пример воспитания патриотов – проект «Победа». Своё начало он получил еще три года назад. Люди, которым небезразлична судьба подрастающего поколения, принялись за разработку целой военно-патриотической игры. От разборки-сборки автомата Калашникова, стрельбы и оказания медицинской помощи до интеллектуальных задач с историческим уклоном. «Победа» – это целый комплекс испытаний, пройти которые под силу только настоящим патриотам. У нас есть единицы настоящих патриотов, но они есть. И самое главное – их объединить, чтобы другие ребята тоже посмотрели. Это лица, которые, ну не просто, как мы говорим, люблю Родину и на этом достаточно. Он вступил место в трамвае – это достаточно. Это человек, который в душе патриот. Он старается и самосовершенствоваться, чтобы постоять из себя, за товарищей, поможущей себе и другим. И патриот мы рассматриваем в более широком диапазоне. Накануне проект «Победы» в сезоне 2016 года подошел к своему завершению. Самые достойные, а их оказалось более сотни участников, получили заслуженные награды. Всего на площадке испытаний военно-патриотической игры в этом году вышли почти 500 участников – школьники, студенты вузов и СУЗов. Они, равно как и организаторы подобных проектов, действительно – люди культуры, граждане, патриоты, которые всей душой и сердцем болеют за судьбу родной страны. Артем Петров, Константин Никитин, Александр Кудряшов, репортер 73.